Добрый день! Мы из Украины и я рад приветствовать вас на своем канале. Как всегда приглашаю подписаться, поставить лайк, распространять ссылки на это видео, чтобы его могли увидеть как можно больше людей. Ну а мы с вами начинаем оперативную обстановку за прошедшие сутки. И сегодня у нас на календаре 23 октября и киевское время 15 часов. Итак, противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивая усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем не оставляя попыток вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях. За прошедшие сутки подразделения сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутская, Иванград, Марьенко, Солидар, Одрадовка Донецкой области и Белогоровка в Луганской области. Там продолжается противостояние, продолжаются штурмы наших позиций. Ситуация очень тяжелая, потому что противник имеет преимущество в артиллерии. Противник имеет преимущество в численном, численное превосходство над нашими войсками и штурмы наших позиций, как вы видите, не прекращаются. Кстати, скоро будет три месяца, больше 80 дней идет уже попытки штурма на этих направлениях. Я так понимаю, что Генеральный штаб пытается предпринять усилия для того, чтобы перебросить туда резервы. Но мы не забываем, что там воюют частные военные компании, с которыми довольно тяжело бороться. Возможность маневра резервом, я так понимаю, у нас ограничена. И в связи с этим возникает длительная ситуация, что мы не можем выровнять донецкое направление. Враг обстреливает позиции наших войск вдоль всей линии фронта. Ведет воздушную разведку. За последние сутки российские оккупанты снова прибегли к массированному обстрелу критической инфраструктуры и жилья гражданского населения, нарушая нормы международного гуманитарного права, законы и обычаи войны. Более половины крылатых ракет и ударных беспилотников были сбиты силами обороны. За вчерашний день, всего за минувшие сутки, захватчики нанесли 32 ракетных удара и 25 авиационных ударов. Совершили более 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Вражеские удары получили объекты энергетической и критической инфраструктуры в Волынской, Ровенской, Харьковской, Хмельницкой, Кировоградской, Черкасской, Запорожской, Одесской и Николаевской областей. Вчерашний ракетный обстрел, я уже вам говорил, он приравнивается к ракетному обстрелу 10-11 октября. То есть фактически по тому ущербу, который противник нанес нам, они примерно достигли вот такого огромного результата. Ну скажу так, что видите, очень тяжело война идет в том плане, что мы все надеемся, и западные партнеры пишут, что завтра возьмут Херсон, послезавтра перейдем в наступление, к Новому году продвинемся. Нет, российская армия все-таки еще остается очень сильная. И да, она деморализованная, но не в полном объеме. И да, она умеет воевать. Если бы она не умела воевать, мы бы давно уже вышли с вами на государственную границу Украины 1991 года. Поэтому это обстоятельство никогда не надо сбрасывать со счетов. И, насколько я понимаю, сейчас идет с нашей стороны накопление резервов, со стороны противника тоже накопление резервов. Но не забывайте, что их силы превосходят нас по численности практически на всех направлениях. Даже там, где мы ведем контрнаступление. Я имею в виду это Херсонское направление или Южнобукское. Итак, пройдемся по направлениям. На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Мы наблюдаем формирование группировки войск. Других изменений пока нет. Периодически Белоруссия поднимает авиацию. И мы из-за этого вынуждены объявлять воздушную тревогу. На других направлениях. На Сиверском из минометов и ствольной артиллерии досталось в эти сутки Черниговской и Сумской областям. На Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Запорожском направлениях. Противник вел обстрел наших позиций. Можно сказать, был обмен артиллерийскими ударами и авиационными ударами вдоль всей линии фронта и на всю глубину досягаемости артиллерии. На Южнобургском направлении враг обстреливал военную и гражданскую инфраструктуру. Там более 20 населенных пунктов вблизи линии соприкосновения пострадали от огневого воздействия противника. По уточненной информации мы отвечали, ввели ответный огонь и дальше продолжаем изматывать противника на этом направлении. Кстати, если посмотреть на карту, то скажу так, что наша артиллерия, особенно с севера, практически достает до окраин города Херсона. Но тем не менее, пока фронт не движется и мы стоим на месте, ведем позиционные бои. По уточненной информации подтверждено уничтожение личного состава и техники противника в предыдущие дни. А именно, в Новой Каховке и Херсонской области в результате нанесения огневого поражения по местам дислокации захватчиков уничтожено 6 единиц техники и вооружения и до 150 военнослужащих получили различные степени ранения. В Запорожской области уничтожены 5 единиц вооружения и военной техники и около 100 военнослужащих получили ранения. Информация о погибших оккупантах уточняется. Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 17 воздушных ударов по противнику. Подтверждено поражение 15 районов сосредоточения техники и вооружения, а также двух позиций зенитно-ракетных комплексов врага. Подразделения противовоздушной обороны сбили 1 вертолет К-52 и 3 беспилотника типа «Орлан». Военнослужащие ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили 3 пункта управления, 6 районов сосредоточения живой силы в вооружении и технике, склад боеприпасов и 5 других важных целей объектов врага, включая одну радиолокационную станцию. Не могу не сказать про вчерашнюю атаку дронов Камикадзе. Вечером у нас поступила поздно ночью информация об атаке из Крыма. По разным оценкам говорили, что до 30 шахедов летит в направлении Украины. На сегодняшний день есть информация, что атаковали юг страны дронами Камикадзе и силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования юг в Николаевской области уничтожено 11 вражеских дронов. Еще 3 дрона были сбиты другими подразделениями сил обороны. Итого 14 дронов было уничтожено. Еще 2 баражирующих боеприпаса, которым удалось прорваться с южного направления, уничтожены зенитчиками воздушного командования «Восток» и воздушного командования «Центр». Так что, очевидно, это все. Другой информации не поступило по поводу уничтожения дронов Камикадзе. Значит, мы делаем вывод, что их было не 30, а 16. И сколько прорвалось, может быть, будет уточнение в течение дня, ну тогда я это уже оглашу вам в следующей оперативной сводке, то есть завтра. Вот такие вот новости на линии фронта на сегодняшний день по оперативным направлениям в Украине за прошедшие сутки. Ну и немножко новостей из военно-политической обстановки. Она сегодня будет коротенькая и будет содержать следующее. Ну, наверное, главная новость остается в ближайших дней. Это окончание съезда партии. И то, что Си Цзипинь в Китае избран на третий пятилетний срок. И, кстати, Китай для этого будет менять конституцию. Уже сегодня, обратите внимание, вчера закончился съезд. Уже сегодня Си Цзипинь вступает в обязанности председателя партии коммунистической. И уже сегодня, ну они пока что отстранены или заменены четыре члена ЦК КПК. То есть, чистка рядов началась мгновенно. Кстати, первого вывели из зала, ну говорят китайцы, что ему вроде как бы как стало плохо. Он 79-летний человек. Но, тем не менее, на видео мы видим, что из зала по съезду партии его выводят практически насильно. Вытаскивает его охрана или там кто, молодой человек, вот, уводит этого пожилого практически насильно. И к вечеру мы получили информацию, что уже четыре члена политбюро ЦК заменены. Так что, как я и предполагал, скорее всего, Си Цзипинь будет готовить себе почву, чтобы стать пожизненным правителем. А может быть, дальше и возродят что-то вроде династии императоров и будет передавать эту должность по наследству. Теперь такая новость. Соединенные Штаты Америки развернули военную бригаду рядом с границей Украины в Румынии. Речь идет о 101-й бригаде, 101-й десантной дивизии. Одной из самых боеспособных и элитных соединений армии Соединенных Штатов. Во время тренировок американцы воспроизводили ситуации по опыту боев вооруженных сил Украины против армии Российской Федерации. Так что в Румынии, недалеко от наших границ, десантная бригада из десантной дивизии проводит занятия и учения на территории Румынии. Ну, наверное, нас стоит напомнить, что в самом начале войны, когда Джо Байден посещал Польшу, он был в Жешеве, это где основной аэродром приема самолетов из Соединенных Штатов, через который идет поставка техники вооружения. Он встречался тогда со спецназом. И спецназу он такую бросил, произнес точнее пространную фразу, он сказал, что на вопрос, как будет дальше развиваться ситуация, Джо Байден сказал, что вы сами не заметите, как там окажетесь. Что он имел ввиду и о чем говорил, сказать очень трудно. Но сегодня, может быть, эта фраза приобретает какие-то более-менее очертания, в том плане, что если Россия попытается применить, допустим, тоже оружие массового поражения, или устроить какую-то техногенную катастрофу, которая будет повлечет за собой огромное количество жертв, то, да, Соединенные Штаты должны дать ответ, как они обещали, конвенциальным оружием, то есть обычным вооружением, нанести существенное поражение вооруженным силам Российской Федерации. Ну, фактически разгромить их на территории Украины. Ну, посмотрим, как будет дальше развиваться событие. И еще одна новость, это наш главный разведчик, генерал Буданов, сообщил, что Иран передал Российской Федерации порядка 1700 дронов Камикадзе. То есть, та первичная цифра 300, она уже давно канула в лето, в лету, и в рамках вот этой договоренности про 2400 дронов 1700 уже переданы Российской Федерации. И Российская Федерация заказала еще дронов, чтобы поток или поставка не прекращалась и шла непрерывным потоком. Тут ставится вопрос, если по одной ракете на каждый дрон, то 1700 ракет, если у нас такое количество ракет. Но есть же дроны, по которым придется выпустить не одну, а две ракеты, если первая, допустим, промахнется. А может быть и больше. Есть ли столько ракет у Украины? Так вот, да, вопрос сегодня самый трепещущий. И сегодня... Как у нас запас? И сегодня ведутся переговоры для того, чтобы мы получили эти ракеты от наших партнеров. Но пока есть обещания. И имеющегося запаса достаточно на ближайшее время. Ну а в дальнейшем, я думаю, мы все-таки решим этот вопрос с поставками ракет. Плюс мы разворачиваем систему на тактическом уровне. Мы разворачиваем систему зенитной артиллерии. У нас, оказывается, есть все запасы и по боеприпасам, и по артиллерийским системам, и пулеметам, и пушкам зенитным. Для того, чтобы развернуть большую систему. Что касается угрозы энергетики, то, да, заявления звучат самые печальные на сегодняшний день, к величайшему сожалению. В том плане, что уже оценивается как в 40% потери нашей энергетики. И наше правительство начинает вести переговоры для поставок электроэнергии из-за рубежа. Вот такие вот военно-политические новости, которые хотелось бы сегодня озвучить. И еще хочу закончить этот блог сообщениями из Соединенных Штатов. Вот я вам высказал, точнее, зачитал. Я в этом случае как бы ретранслирую только то, что пишете вы. И я зачитал по поводу помощи. Будет ли помощь, если придут или уйдут республиканцы. Получил очень такой горячий отклик от граждан из Соединенных Штатов. И несколько таких откликов хочу вам зачитать. Это тот спич, который я зачитал, он больше был в поддержку республиканцев. А теперь написали люди в поддержку демократов. Для того, чтобы был паритет, хочу, чтобы у вас была информация как бы с двух сторон. А вы уже примите решение, какой информации вы больше доверяете. И о чем, и что, на ваш взгляд, является более правдивой и более соответствующей действительности. Так вот, написали из Соединенных Штатов. «Услышала оголтелую агитку от представителя республиканцев вместе с неподобающим комментарием в адрес действующего президента. И хочу поделиться некоторыми цифрами». Это имеется в виду в адрес Джо Байдена. Хотя там... А, там говорилось, что он старик. И в мае за пакет в 40 миллиардов, помним, да, в мае месяце был проголосован пакет военной помощи Украине на 40 миллиардов долларов. Голосование было 368 «за» на 57 «против». Все голоса «против» — это были голоса республиканцев. То есть, из 213 «57 против». 213 — это количество республиканцев в Конгрессе США. Это больше 25%. В Сенате этот пакет прошел 86 на 11. То есть, 86 сенаторов «за», 11 «против». Это Верхняя Палата Американского Конгресса. Опять, все 11 республиканцев. В сентябре голосование за 12 миллиардов было еще хуже. 25 сенаторов были против предоставления нам пакета помощи. Это вот, который сейчас проголосовали в размере 12 миллиардов. Во многих штатах на местных выборах республиканцы идут с повесткой уменьшить помощь. Они следуют примеру Трампа, который с этой риторики собирает поддержку. В Америке главный индикатор поддержки — это голосование. Можно рассуждать, причем не очень вежливо, как некоторый господин. Но все цифры находятся в публичном доступе. Большое спасибо за ежедневную информацию. Вот так вот из США озвучили нам результаты голосования. Здесь констатация фактов. Здесь нет никаких рассуждений или каких-либо колебаний. Далее, еще один. Тут, наверное, стоит назвать фамилию, потому что этот человек говорит, что он профессор политологии Соединенных Штатов Америки. И Бронислав Сландшев. Он написал, что мне очень жаль слышать развернутую цитату от какого-то абсолютного идиота, который не понимает, как работает политика здесь, в Соединенных Штатах. Это я вам, как профессор политики, здесь говорю. Многие американцы, пишущие на этих форумах, ненавидят Байдена по причинам, которые не имеют никакого отношения ни к Украине, ни к нашей там политике. Республиканцы настроены не более проукраинские, а многие из них, типа мага, пророссийские настроены. Идеология мага является изоляционистской. Ну, чтобы вы понимали, что такое идеология мага, это Америка прежде всего. Помните, да, этот лозунг, с которым Дональд Трамп шел на выборы в 2016 году. И вот они даже ее, они ее даже вывели, они ее даже вывели в такой, ну, как бы, в отдельную идеологию, и сегодня она у них носит вот такое название. Это аббревиатура там, и действительно она является изоляционисткой. То есть, они хотели, что закрыть Америку, Америка для американцев, и вернем величие Америки. Вот эти вот все лозунги, это идеология мага. Демократы на самом деле не намного лучше, но, по крайней мере, они готовы играть международную роль. При Обаме они делали это очень плохо. Но, давайте не будем забывать тот полный беспорядок, который республиканцы устроили с Бушем. Впрочем, все это уже не актуально. Политические элиты обеих сторон, кроме толпы мага, то есть, это сторонника вот этой Америки прежде всего, решили, что в наших интересах поддерживать Украину. Не будет иметь значения, кто сидит в Белом доме или контролирует Конгресс. Помощь не прекратится. А если увеличится, то только потому, что того требует ситуация. Байден не продлевает войну, замедляя помощь, точнее, Байден не продлевает войну, не продлевает в кавычках. В кавычках замедляя помощь ради личной выгоды на выборах. Это очень, очень глупо. Американские избиратели не обращают внимания на внешнюю политику. Они массово поддерживают Украину, даже за членство в НАТО. Даже если это означает будущую войну с Россией, согласно последним опросам. Но не отслеживают события ежедневно. Они заботятся об экономике, социальных вопросах и так далее, как всегда. Вот и все. А все остальное конспирологические теории дилетантов. Что касается помощи, то война очень выгодна для Соединенных Штатов. Я говорю это в хорошем смысле. Потому что во внешней политике всегда можно рассчитывать на корысть, а не на дружбу. Мы отправляем Украине оружие из наших запасов. Системы, которые пылятся десятилетиями и которые нуждаются в эксплуатации и замене. За них уже давно заплатили. Поэтому, когда мы говорим, мы отправили оборудование на миллиарды долларов, на самом деле новые деньги не тратятся. Это одна из причин, по которой Байден смог заплатить за все остальное из существующих ассигнований. А не через кредит-лизинг. Это, кстати, ответ на вопрос, почему нет ленд-лиза. Все это оборудование, в том числе и для членов НАТО, подлежит замене. Это деньги для американских производителей. Обеспечение рабочих мест в Америке и вливание денег в американскую экономику. В принципе, то, что я и говорил вам ранее. Никакой конгресс, демократический или республиканский, никогда не встанет на пути этого. Это будет здорово и для ВВП, внутреннего валового продукта. Так что, не беспокойтесь о выборах. Что касается идеи, республиканцы пришлют больше, то не верьте ни на секунду. Наши поставки калибруются по разным причинам. Возможно, конфликт с Китаем, эскалация с Россией. Эти оценки делаются профессионалами, а не политиками. И когда дело касается введения войны, к Пентагону относятся с большим уважением. Конгрессмены могут написать миллион писем с самым разным требованием. Но, в конце концов, политика будет приниматься в тесном сотрудничестве с военными. Что аполитично. Кардинальных изменений ни в ту, ни в другую сторону не произойдет. Просто посмотрите на различные войны, которые США ввели со сменой администрации. И вы поймете, что я имею в виду. Просто имейте в виду, что многие люди, пишущие об этом, часто приписывают свои собственные предубеждения своим, казалось бы, объективным мнением. Вот такой вот довольно неплохой ответ, мне кажется, действительно человека, профессора политологии. Он объяснил, что и куда. Ну, как и говорилось ранее, что американцы вливают свою экономику. Они повышают ВВП, они создают рабочие места, они уменьшают инфляцию и раскручивают машину военно-промышленного комплекса, передавая нам вооружение. Имеют выгоду для себя и в то же время действительно поддерживают оружием нас. И еще одно очень интересное, на мой взгляд, сообщение из Соединенных Штатов, тоже по поводу мнения республиканцев. Написала женщина из США, и она пишет. Я из Днепра, живу в Америке 20 лет. Мой муж республиканец считает, что Украина должна была сдаться 22 февраля, и помогать ей не надо. Это мнение очень многих рядовых республиканцев. В Белом доме уже был дружок Путина, который требовал у Украины компромат на своих политических соперников, в обмен на подпись под законом о помощи Украины, который уже был утвержден Конгрессом. Так что бабка надвое сказала. Вот такие вот мнения пришли из Соединенных Штатов по поводу того, что я вам, по-моему, позавчера зачитывал, относительно будет ли помощь от республиканцев или нет. И было высказано мнение, что вот придут республиканцы в Конгресс, и помощи станет намного больше. Вот на этом военно-политический, первый раздел военно-политический и военный мы с вами закончим. Я сделаю маленькую паузу по традиции, ну и, а вы можете за это время подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео, если оно вам нравится, и через некоторое время мы с вами продолжим. И так, вторая часть нашего видео это ответы на ваши вопросы. И первым вопросом сегодняшнего дня будет следующий. Как вы думаете, почему наше правительство не покупает ПВО? Почему мы ждем от Европы подарки? И как вы считаете, Российская Федерация продолжит бомбить нас по инфраструктуре, теплоэлектроцентралям и так далее? Что касается покупки, да, вопрос очень животрепещущий, и его хотелось бы услышать, и самому бы очень хотелось услышать ответ на этот вопрос. Тем более, что новый глава Национального банка Украины первым, чем он занялся, это продажей золотовалютных резервов нашего Национального банка. Причем продажей, эту валюту скупают коммерческие банки, и с этих денег ни копейки не идет на поддержку нашей армии. Очень интересно, очень хотелось бы услышать. Но это не правительство, у нас нет правительства, посмотрите, у нас правительство нивелировано в ноль в нашей стране. У нас всем руководит Офис Президента, всей страной. Не хочу сейчас оценивать, плохо это или хорошо, но вот кто должен дать ответ на вопрос, почему мы до сих пор не закупаем вооружение за ту финансовую помощь, которую нам предоставляют наши партнеры. А помощь идет миллиардами. Ну, кстати, вот с 1 января, знаете, что Европа проголосовала, что, Европейский Союз проголосовал, что с 1 января они будут, макрофинансовая помощь Украине, полтора миллиарда евро ежемесячно, до конца войны. Вот так они будут поддерживать нашу экономику. Так, извините, что нельзя выделить с этих денег на покупку ракеты, купить их на свободном рынке, минуя вот те поставки, которые, грантовые поставки, которые сегодня поступают в Украину. Если они не отвечают, допустим, или не покрывают нашу потребность. Что касается, продолжит ли Российская Федерация обстрелы нашей инфраструктуры, ну, я вам даже больше скажу, она не просто продолжит. На мой взгляд, это пристрелка. Они пристреливают эти места, и чем ближе мы будем приближаться к зиме, тем обстрелы, на мой взгляд, будут усиливаться. И точность этих обстрелов будет повышаться. Обратите внимание, что они, в основном, по этим объектам бьют высокоточным оружием, то есть крылатыми ракетами. Либо это калибры, либо это Х-101, либо Х-555. При этом, есть уже даже информация, что да, Х-101 уже, скорее всего, может быть, уже и закончился запас. Потому что появилась в сети информация, что они используют ракеты 22-го года выпуска. То есть, они производят ракеты из колес, с конвейера, они их применяют. Но это не умаляет, как бы, того, что они наносят нам такой огромный ущерб. Они накапливают, видимо, производство все-таки работает, импортозамещение в этом отношении они достигли. То есть, ракета у них замкнутого цикла производства. И они ее выпускают и запускают по нам. Где они берут комплектующие, или, может быть, где они берут комплектующие, это тоже интересный вопрос. Вполне возможно, могут обходить санкции через тот же Иран, через страны Азии. Не хочу сейчас называть, чтобы никого не обидеть, потому как нет достоверной информации. Но, тем не менее, писали, даже вы, зрители, писали из разных стран Азии, что серые схемы работают в помощь Российской Федерации по обходу санкций, которые наложены на Россию. В плане поставок электроники, микрочипов и других вещей. Так что, до конца войны будет ракетный обстрел. Поверьте. Такова методика ведения войны Российской Федерации. Расскажите про ракеты Кинжал. Сколько их и как бороться с ними? Почему не часто стреляют ими? Ракета Кинжал, я уже говорил, это комплекс. Они хотели сделать гиперзвуковую ракету, то есть, чтобы она разгонялась более 5-7 махов скоростей звука. И, соответственно, дальность пуска у нее около 2000 км, у этой ракеты. И за счет скорости никто ее не может сбить. Все ее видят, но не сбивают. Дело в том, что они смогли до начала массированного вторжения, Российская Федерация смогла переоборудовать 4 Мига и, по-моему, 1 или 2 Ту-22М3 под пусковую установку вот этих ракет. В чем смысл этой ракеты, что сверхзвуковой истребитель типа МиГ-31 разгоняется до сверхзвука, у нее там, по-моему, 2,5 маха максимальная скорость, если я не ошибаюсь, и сбрасывает эту ракету. Ракета стартует в воздухе, отпущенная самолетом, и, имея уже изначально 2,5 маха, начинает еще больше ускоряться. И, соответственно, преодолевает, за счет скорости, по идее, должна преодолевать любую систему ПВО или ПРО противника. Ну, там много очень было критики в адрес того, что она только на отдельном участке может достигать гиперзвуковой скорости, дальше скорость падает за счет сопротивления воздуха и инерционной потери ускорения этой ракеты. То есть маршевый двигатель закончил работать, и далее идет падение скорости. Но, тем не менее, почему они их мало применяют? Самолетов 3 из 4, которые мы знаем из открытых источников, переоборудованных для пуска в этих ракет, типа МиГ-31, и 3 находятся в Беларуси. Их поднимают там периодически. Почему очень редко пускают эти ракеты? Потому что их мало. Эти ракеты не были пущены в серийное производство. Эти ракеты производились в рамках научно-исследовательской программы. Поэтому на сегодняшний день есть информация, ну, кстати, она немножко устаревшая, она еще, по-моему, 19-го года, что американская разведка тогда давала, что этих изделий, то есть ракеты «Кинжал» в металле изготовлено порядка 20-22 штук. Поэтому они так редко используются Российской Федерации. То есть там, и с учетом того, что они уже 3 или 4 раза их применяли по Украине, по нам с вами, то, ну, где-то десяток-полтора может быть у них еще в запасе есть. Поэтому так редко их используют, эти ракеты. Но, тем не менее, вот они и есть. Скажите, пожалуйста, насколько реально среди этих ракет, что летели в Украину 10 октября, могла быть ракета с ядерным зарядом, даже малого действия? Ну, нереально, сразу скажу. Нереально. Уже много раз говорилось, и запомните, как только... Это нельзя сделать так, что... Это не так, что вот, допустим, на огневой позиции есть... Или на стартовой позиции есть ракета с кассетной боевой частью и с осколочно-фугасной боевой частью. И приходит команда от старшего командира, что по такой-то цели пустить кассетку. И идет кассетная ракета. Или, допустим, а по такой-то цели пустить фугасную ракету, осколочно-фугасную. И идет фугасная ракета. С ядерным оружием так не бывает. Ядерное оружие должно... В условиях той юрисдикции, которая есть в Российской Федерации, в условиях того единоначаля или вертикали власти, которую создал Путин, кроме него никто не может принять решение на применение ядерного оружия. Даже маленького, даже самого маленького, самого тактического, самого там слабенького-слабенького, от которого будет вот такой вот мизерный там грибок ядерный. Ну, я утрирую, конечно. Смотрите, это раз. Второе, Путин никогда не принимает таких судьбоносных решений. Он боится их. Он всегда раскладывает ответственность на всех. Он собирает Совет Безопасности, он собирает какое-то совещание, и там они все, заикаясь, запинаясь, все высказывают публично, на камеру высказывают свою поддержку Путину. И Путин этим пользуется, и далее уже там действует как великий вось, что вот он. Он спросил, как это... Если партия скажет «надо», комсомол ответит «есть». Старый коммунистический советский лозунг. Так вот, Путин делает точно так же. При этом он же как бы проводит генеральную линию, и он говорит, ну что, вы не против, если мы тут бабахнем ядерным оружием? Да, не против, говорит, отвечает общество. И Путин, все, общество мне сказало, я даю команду. Вот такая процедура. И как только... Как только... Было же заявление, очень мне понравилось заявление британской разведки, МИ-6, они сказали, что как только будут разговоры в Кремле о том, чтобы применить ядерное оружие, то есть начнут почву под это дело подгонять, все уже, Запад уже будет знать. И уже все разведки будут направлены на то, чтобы вычислять, откуда, какое оружие, когда будут применяться. И вполне возможно, что реакция на попытку применения, и, кстати, США подчеркивали в своем заявлении, что будет реакция на попытку применения этого оружия, а не на факт применения. Поэтому, что случайно там где-то затесалась ракета с ядерной головой в массированном ракетном ударе, нет. Такого быть на сегодняшний день не может. Это примерно где-то из области фантастики. Добрый день. Хотел спросить, не рассматривается ли военная группировка России в Белоруссии как сила, направленная на смену режима, захвата территории и так далее против самой Белоруссии. А дальше уже и плацдарм, и ресурсы человеческие, технические на Украину. Да, вполне возможно такой вариант. И, кстати, может быть, действительно, там получается, что если они создают группировку больше, чем армия Белоруссии, а это достаточно будет там 50 тысяч, это уже будет военный компонент больше, чем военный компонент Белоруссии. Белорусский компонент составляет порядка где-то 40-45 тысяч военнослужащих. Вот. Плюс этот компонент будет тоже в том числе из числа Белоруссии. И можно использовать эффект того, что Лукашенко не имеет популярности в народе, то те, кого сейчас белорусы, которых отмобилизуют, допустим, в состав этой объединенной группировки, да, они могут согласиться на то, чтобы выступить и снять Лукашенко. А дальше их смогут использовать как инструмент. Понимаете, да? Поэтому де-факто формирование этой группировки под эгидой союзного государства это де-факто оккупация Белоруссии. То есть, если раньше мы говорили с вами, что Лукашенко, пока Лукашенко не отдал приказ своей армии наступать и она автоматически не перешла под управление Генерального штаба Российской Федерации, у нее есть шанс удержаться при власти. Сегодня он приближается к той черте, когда, если будет сформирована вот эта союзная группировка войск, то да, Лукашенко тогда становится абсолютно ненужимым. Эта группировка может обеспечить смену режима, тем более, что в народе он не пользуется популярностью, это раз. И второе, удержать ситуацию под контролем, а дальше, да, а дальше надо будет проводить политику защиты Белоруссии от проклятого НАТО и от угрозы с Украиной, как они это раскручивают идеологически в Российской Федерации. Так что, вполне возможно, первичная задача будет состоять в том, чтобы ликвидировать Лукашенко. Вопрос из Израиля. Как вы считаете, не проще ли для борьбы с мопедами использовать фанерные истребители времен Второй мировой? Ведь их скорость до 500 км в час и вооружение для дронов достаточно, дешевые сердицы. Парочку по зонам держать, на аэродромах подскока. Идея, конечно, хорошая, но для этого надо иметь целую развитую сеть вот этих аэродромов подскока и количество пилотов, еще и количество самолетов. Где взять эти самолеты? Да, у нас есть аэроклубы, спортивные клубы, но эти самолеты надо переоборудовать на, размещать на них это самое, пулеметно-пушечное вооружение для того, чтобы бороться с этими с этими дронами. Поэтому, пока мы это сделаем, дроны закончатся в России, надо применять наиболее быстрые методы борьбы. Вот то, что у нас сегодня есть возможность развернуть зенитную артиллерию, значит, надо ее немедленно разворачивать, расставлять по всей стране. Надо отмобилизовывать необходимое количество людей, обучать те расчеты, сажать их на объекты критической инфраструктуры, для того, чтобы они могли их защитить. Сегодня и сейчас, а уже все остальные программы можно развивать в будущем. Уважаемый Олег, есть Ту-95 МС, Ту-92, что это за зверь? Ту-92 пришел на смену Ту-88, это разведчик. Это версия самолета, вот они делались на базе Ту-16, был сделан Ту-88, а потом был вариант разведывать самолета-разведчика на базе турбовинтового самолета, и вот этот Ту-92 он не пошел в серию, он разрабатывался, было сделано несколько машин, как самолет-разведчик. Потом появился Ту-95 уже как самолет-стратегический бомбардировщик, дальнего радиуса действия. Так что 92 они существуют, ну может быть, кстати, я сомневаюсь, даже может быть, что они есть живые на сегодняшний день. Хотя не исключаю такую, но их там всего лишь единицы были произведены. Это разведчики. Пояснить бы, ласка, як так выходит, шо ПВО може збитый ворожий выныщивач або штурмовик, крыла то ракетов уже не зовсім. Вони так само могут изменивать траекторию и летит нысько. Смотрите, штурмовики и истребители мы можем сбить в основном наилучшая эффективность их сбития это тактические средства, которые ближнего радиуса действия. Вижу, стреляю. Вот по такому принципу. И там, где используются ракеты с самонаводящейся головкой. В основном это тепловая головная часть, и вот поэтому самолеты, вертолеты, которые летят, они отстреливают эти тепловые ловушки для того, чтобы отводить ракеты от себя. А вот дальние системы ПВО, они в основном сбивают либо самолеты, большие транспортники, либо самолеты, которые, допустим, идут курсом на объект, на дальних подступах, когда они не сильно меняют курс. Но при этом не забываем, что пилот всегда видит, идет ракета по самолету или не идет, у него есть бортовой радар, и всегда может сделать маневр уклонения от ракеты. Так что, а вот здесь и крылатая ракета, то же самое, вы смотрите, у нас, если мы используем ближние, средства ближнего радиуса действия, то тогда гарантированность сбития ракеты намного выше. Или мы используем, допустим, противоракетные системы, там ракеты идут с самонаводящейся головкой, по принципу пустил и забыл. РЛС захватила цель, данные ракеты ввели, ракета увидела, ее пустили, она увидела цель, все, дальше уклониться практически невозможно. Тем более, что крылатые ракеты не проводят маневр уклонения, она идет по заложенной программе. Если есть маневр заложенный, то есть изменение курса, она не делает маневр, она делает изменение курса, то она его сделает. Но противоракета довернет за ней, потому что у нее самонаводящаяся головная часть. Вот поэтому такие сложности. Плюс крылатая ракета идет в основном на малой высоте, пытаясь попасть в мертвую зону радиолокационной станции. Вопрос. Знаете ли вы, если у других стран оружие аналогичное атакам, что-то, что Украина может купить, может быть у Индии или стран Европы, если США не предоставят 300-километровое оружие дальности, может быть пришло время поискать где-то еще. Есть оперативно-тактические комплексы ракетные есть у многих стран. В основном Европа ориентируется на Соединенные Штаты. Есть свои разработки, но мало. У Индии есть своя ракета, у Пакистана есть своя ракета, у Китая есть оперативно-тактическая ракета, а эти же ракеты могут быть с дальностью до 500-километров, не только до 300-километров, до 500-километров. Потому что договор о нераспространении ракет средней и малой дальности предусматривал, что на продажу 300-километров максимально, а для себя можно до 500-километров иметь. Вот тот же Искандер российский, он 500 летит, а на экспортный вариант они выставляли с ракетой на 300-километров. Так же мы гром делали, 300-килом передали с аудитом, а с дальностью 300-километров ракеты. А в принципе мы можем ракету сделать и 500, и 1000 километров. Но ее надо просто делать. Так что может быть. Опять же мы возвращаемся к вопросу, если не дают оружие, то почему за финансовую помощь, которая приходит в Украину, не закупить это оружие на свободном рынке. Я думаю, что такая возможность есть. А может быть наша попытка выйти на открытый рынок вооружений могла бы подстегнуть допустим те же Соединенные Штаты для того, чтобы больше и быстрее передавать нам вооружение. И не только Соединенные Штаты, но и другие страны-партнеры. Скажите, пожалуйста, а есть какие-нибудь результативные и эффективные действия от немецких гепардов? Что-то про них ни слуху, ни духу. В том плане поразили или хотя бы один самолет, или вертолет. Тот же дрон хотя бы. Гепарды работают в полную силу. Единственное, что Генеральный Штаб не популяризирует сегодня работу гепардов, потому что у нас вообще мы передовую стараемся не выставлять на показ действия наших войск на передовой, за исключением отдельных эпизодов, которые попадают в сеть от наших бойцов. Но гепарды, кстати, есть очень много видео, можете погуглить, как гепарды работают уже на переднем крае. Очень эффективное средство, достаточно большой радиус действия, прикрывает большое количество войск, и да, на счету гепардов уже есть вертолеты и штурмовики. Просто это не афишируется нашим военным командованием. Ну что ж, вот, наверное, на этом вторую часть нашего с вами видео ответа на вопросы мы закончим и перейдем к третьей заключительной части, это оглашение тех приветствий, которые вы за эти сутки прислали, и мы их отобрали для зачтения видео. Итак, первое приветствие сегодняшнего дня прозвучит следующим образом. «Мне страшно оттого, что люди вокруг меня не понимают того, что украинцы сейчас борются за свободу всего постсоветского пространства, в том числе и за свободу Узбекистана. Еще раз низкий поклон вашему народу, вашим храбрым воинам. Пусть Бог хранит вашу страну всем сердцем и мыслями с вами». Душевный привет из Литвы. Слава Украине и героям слава. Казахстан с вами, держитесь. Россия, Москва смотрит вас, Украина победит, сомнений нет. Олег, спасибо вам и всему героическому народу Украины. Каждый делает свою работу. Я из России. На протяжении последних 12 лет я говорил всем, мог, какое зло несет Путин, что он ненавидит не только украинцам, но и русских, что его режим убьет нас всех и своих и чужих. В России много адекватных людей, которые хотят свободы, но поколение людей, которые хотят свою советскую молодость, не дает развиваться стране нормально. За счет поддержки этого поганого режима. Большинство молодых ненавидят эту власть и хотят жить нормально. По крайней мере, я так хочу думать. На протяжении последних 8 лет я очень хотел поехать с женой в Крым, но дали себе обещание, что поедем либо через территорию Украины, либо когда Крым вернется назад. надеюсь, будущем россиян, которые презирали и ненавидят эту войну, будут пускать в вашу прекрасную свободную страну. Сам бывал много раз, понимаю украинский, но не говорю, возможно, корни отца дают о себе знать, но никогда не сталкивался с тем, что мне угрожали за использование русского языка. Вы победите, слава Украине. Вот такое приветствие из Российской Федерации. Я Николаев, достали конечно ракеты, но я жду победы, наши парни лучшие. Привет с Дублина, я сама из Киева, но уже как 7 месяцев нахожусь в Ирландии, смотрю информацию, очень просто и понятно. Спасибо, слава Украине. Мюнхен смотрит и слушает, слава Украине. Уже добрались до центра Мюнхена. Вчера были окраины Мюнхена, сегодня уже центр. Спасибо Мюнхену. Спасибо вам из Ванкувера, Канада. Мой коммент в поддержку видео, пусть больше людей узнают правду. Рады, что вы у нас есть. Смотрим каждый день, молимся и ждем победы. Мы из Соединенных Штатов, слава Украине. Применяются ли беспилотники с искусственным интеллектом, которые могли бы отрабатывать по целям самостоятельно, без управления оператора, чтобы обеспечить влияние средств радиоэлектронной борьбы. Смотрите, нет, мы ждем, когда нам передадут рапторы или эти самые, или вот эти МКю, что-нибудь такое большое, которое может работать и в автономном режиме. Но на пока, к сожалению, у нас таких беспилотников нет. Ну, что-то у нас тут немножко напуталось, опять пошли вопросы, поэтому сейчас посмотрим, есть ли еще о привет из Израиля, следим за событиями, переживаем, верим в вашу победу. Ну, и на этом, наверное, на сегодняшний день приветствия оказалось очень мало. Ну, что ж, к сожалению, тогда на завтра часть приветствия перенесем, которые не попали в сегодняшнее видео. Не буду задерживать тогда ваше время. Огромное вам спасибо, что вы посмотрели это видео, дошли до этого момента. А я хочу поблагодарить вас, еще раз приглашаю подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео, если оно вам понравилось, поблагодарить спонсоров, тех, кто поддерживает канал, благодаря вашей поддержке и спонсорской помощи, у меня есть возможность записывать эти видео. Ну, а мы с вами продолжаем верить вооруженные силы Украины. Перемога за нами, слава Украине! 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 Субтитры создавал DimaTorzok